Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ребенок 4 года, отказывается выходить на улицу до истерики. Ни уговоры, ни игрушки, ни игры не помогают. Преодущие выходы заканчивали тем, что несли домой насильно. Не хотел, а заходить или выходить. После наотрез ничего не хочет слышать об улице. Почему, отвечает, буду там плакать и кричать. Собственно, все. Вопрос на этом заканчивается. Нужно сказать, что, ну, в первую очередь, нужно сказать, что довольно мало информации. Здесь вообще вот по непосредственно ситуации, да, то есть, как бы, какой ребенок вообще, то есть, ну, в принципе, то есть, какой он по складу характера, какой он как личности, вот. То есть, этого всего в вопросе, как мы видим, нет. Вот. Мы также видим то, что мама, которая задает этот вопрос, она ничего не рассказывает о семейной системе, вот. А знать и понимать семейную систему очень-очень важно. Поэтому, в первую очередь, конечно, нужно здесь отдавать себе отчет в том, что ребенок – это продукт воспитания, это продукт, как бы, родителей, это отражение родителей. И если у ребенка есть, как в данном случае, серьезная проблема с выходом на улицу, да, вот, то это, как, ну, как мы можем понимать, это проблематика родителей. То есть, это, то, как родители справляются с определенными вызовами, это то, как родители справляются с определенными проблемами, да, это, как вариант замалчивания, избегания проблем. Вот. И, соответственно, нужно здесь в первую очередь работать именно с семейной организацией, с семейной системой отношений, вот, с взаимоотношениями между родителями, взаимоотношениями между родителями и ребенком, взаимоотношениями, все взаимоотношениями между родителями, то есть, как бы, да, и, соответственно, смотреть уже, где в данном случае может быть или может скрываться проблема, потому что полно открывается именно там. Вот. Значит, соответственно, это то, на что хотелось бы обратить внимание. Если говорить более конкретно, вот, если говорить более конкретно, то нежелание ребенка выходить на улицу связано с, ну, оценкой, как правило. То есть, это вот угроза, некоторая угроза оценки, это некоторая угроза внешнего мира и, соответственно, то, как ребенок справляется с этой угрозой. Да, конечно, очень важно сделать анализ, ну, прошлого, то есть, когда это началось хотя бы. Вот. То есть, там может быть есть некий вот травмирующий такой аспект, да, который ребенка травмировал, который ребенка как-то вот впечатлил и, соответственно, не был вовремя проработан. То есть, не был вовремя выражен, не был вовремя, ну, как бы вербализован, скажем так. Вот. И, соответственно, соответственно, вот. Это то, на что нужно в первую очередь обратить внимание, как бы, ну, ваше, да, на мой взгляд, по крайней мере, в данном случае. Потому что нужна какая-то вот система, да, нужен какой-то в данном случае. А базис, этого базиса в данном случае у нас практически нет, потому что никакой информации нет. Вот. А вот, как бы, а... Такую вот, такая вот история. И, соответственно, задайте себе вопрос. Вот именно себе задайте вопрос. А вы сами как относитесь к окружающему вас, так скажем, внешнему миру? Вот. Это очень важно. А... Нужно, чтобы вы, а, увидели, нет ли у вас, а, тревожности. Вот. Да, определенного рода. То есть, как бы, ну... Не присутствует ли у вас тревожности в целом. Вот. А... Дальше. А... Как вы справляетесь со страхами? Если они у вас... А... Есть ли у вас вообще страхи? А... Какова атмосфера в семье вашей? А... То есть, а... Не присутствует ли... А... В... Внутри вашей семьи, а... 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 Черезмерная, например... А... 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 Вот есть такой момент, допустим, что, несмотря на то, что люди достаточно, ну, тихие, да, несмотря на то, что люди достаточно спокойные, все равно присутствует некоторый такой вот, ну, некоторый, может быть, страх перед тем, чтобы, допустим, как-то вот, к примеру, взаимодействовать с реальным окружающим миром. Ну, допустим, да, как-то, вот, поэтому, если, если вот что-то такое есть, да, если что-то такое присутствует, то, на мой взгляд, очень важно на это обратить пристальное достаточно внимание, потому что это может влиять на ребенка, значит, достаточно основательно, вот. То есть есть в данном конкретном, пожалуй, случае достаточно много факторов, вот, на которые нужно обратить внимание. как бы направить свое внимание для их коррекции, вот. Понимаете, да? То есть, как бы, если этого не сделать, то, ну, ситуация, может быть, может не меняться, вот. Ребенок, он пока что, так скажем, недостаточно, достаточно небольшой, вот, если ему 4 года, вот, психика его достаточно гибкая сейчас, вот, и, соответственно, как бы, он может на этом не фиксировать, то есть можно достаточно, ну, достаточно быстро, достаточно легко, достаточно без последствий, скажем так. И,ндся из этой,syА fusser mu is it you must, it must letting you know, no okay, come to us, foods that you must, можно выйти, вот. Но для этого, для того, чтобы из этой ситуации выйти, ну, на мой взгляд, Нужно вот обратить внимание на все вот эти аспекты, которые я постарался озвучить, но вот в данном случае по данному вопрос, если этого не сделать, то ребенок на самом деле может остаться в этом состоянии, чего я думаю, вам бы не хотелось, понимаете? То есть противоречивость, именно противоречивость ситуации, на мой взгляд, здесь заключается в том, что вы задаете непростой вопрос, да, вы задаете вип-вопрос, вроде бы, то есть вам это вроде бы важно, но при этом информацию вы даете чуть-чуть. Вот. И вопрос, который волей-неволей напряживается здесь, вы как бы не хотите уделять этому внимание, вы не хотите реально этим заниматься, тем, что, допустим, происходит с вашим ребенком. Да, или вы думаете, что решение вопроса достаточно легкое и так далее. Вот. Если так, то вынужден вас, конечно, несколько разочаровать, расстроить, потому что это не совсем так. В любом случае, ребенку нужен подход, ну, как бы, уникальный, индивидуальный, вот, потому что его проблематика, она уникальна, вот, и это важно понимать, вот, важно понимать, что его проблематика уникальна, вот, так же, как и ваша проблематика, также может быть уникальна, в данном случае, вот. Поэтому, необходимо к этому относиться серьезно, вот, на мой взгляд. Необходимо, как, уделить этому, этому, необходимое, количество внимания, ваше, и быть готовыми потратить, какое-то количество, ээ, своих сил, энергии, вот. Для того, чтобы данную проблему решить, потому что ребенку нужна особо детская, ээ, ребенку нужна ваша помощь, вот. Ээ, сам ребенок, ну, ээ, не справиться, вот. Ээ, без вас и без, эээ, опоры на вас, вот. Эээ, поэтому, эээ, постапочно, эээ, хорошим, эээ, способом, эээ, решением, решением, эээ, проблемы. Эээ, в данном случае, может быть. Эээ, арт-терапия, вот, эээ, довольно эффективна. Эээ, она помогает, помогает, эээ, детям увидеть, эээ, ну, помогает детям, эээ, выразить, ээээ, так скажем, ээээ, свои проблемы, вот. Эээ, естественно, что ребенок, ээээ, как бы видит свою проблему не сам, да, он, эээ, видит, эээ, ну, эээ, только свой рисунок, вот. А, аээ, проблему видит специалист, который, вот этим, в данном случае занимается, да, и, соответственно, арт-ээээ, тэээээээ может позволить малышу выразить то, что его беспокоит, то, что его волнует, то, что его привозит и так далее. То есть, вот тут как бы аспект в данном случае такой, можно назвать таким этот аспект. Но это требует от вас определенных сил, определенных усилий. А хотите ли вы, готовы ли вы прикладывать свои усилия, для того, чтобы решить данную проблему, пока что не очень понятно. Вот, прошу меня понять, правильно я ни в коем случае не хочу сказать, что вы не желаете этим заниматься, я ни в коем случае не хочу сказать, что вы делаете это в доброй форме. Я верю, что вам важно, что происходит с вашим ребенком. Я верю вам. Ну, просто, хочется вот, хотелось в некоторых моментах раскрыть, для того, чтобы в данном случае, наверное, ну как-то вот, расставить все точки на такие, потому что с самого начала, лучше, когда есть, ну вот, какое-то понимание, да, с самого начала, лучше, когда есть сразу расстановка определенных приоритетов. Вот, поэтому, подумайте для себя, как бы, хотите ли вы, готовы ли вы, вот, и вместе со своим супругом, вместе со своим мужем, со своим ребенком, вы обращаетесь за помощью, вот, разбирайтесь, корректируйте свои семейные отношения, решайте свои проблемы, и вы увидите, как, вы увидите, как ваш ребенок, начнет меняться его поведение, его отношения, его реакции, вот, в том числе, и на вас. Да, это не всегда будет легко, это не всегда будет, может быть, приятно, сто процентов, но, тем не менее, это здоровье, это здоровье, вот. Я не рекомендовал бы вам направлять ребенка сразу к психологу, вот, потому что его это может, ну, во-первых, травмировать его, вот, еще больше его, может это травмировать, с одной стороны, да, вот, вот, ну, это, опять же, выход, выход, как бы, на, куда-то на улицу, вот, что может быть для него проблематичным, проблемным и так далее. Вот, это, это первое. И второе, я не рекомендовал бы, потому что ребенка может, ну, само по себе, эта история травмировать, так же, вот, поэтому, я рекомендовал бы начать с проработки ваших собственных, во-первых, аспектов, да, и уже потом, только если, вот, это будет неэффективно, да, например, нет, тогда уже ребенку, ребенку направить к психологу, потому что, а, если, а, не подкорректировать ваши, а, проблемы и трудности, то ребенку, а, лично, а, вот, а, лично психотерапия не поможет, так или иначе, а, вот, то есть это, а, ну, по факту будет, а, а, пустой трата времени и сил, вот, а, если решить, решать, а, ваши трудности и сложности, вот, то, а, в любом случае, а, эффект для вашего ребенка будет, да, у него будет, а, этот эффект, а, может, а, быть, а, не таким большим, но он будет, в любом случае, а, если же заниматься, а, а, только, а, терапия ребенка, но при этом, а, у вас, а, ну, будут, вот, а, определенного рода, а, трудности, вот, то эффект, к сожалению, будет, а, нулевый, потому что, а, каких, а, каких бы результатов, а, человек не достиг, а, допустим, на терапии, а, вот, а, каких результатов не достиг бы, а, человек на терапии, а, возвращаясь обратно, а, в семейную, а, систему, вот, возвращаясь обратно, а, в круг семьи, а, все будет, возвращаться, а, в круги свои, вот, поэтому, а, я думаю, что от, а, такой ошибки, вам, а, крайне желательно, себя защитить, себя и своего рыбинга, рыбинга, вот, чтобы не травмироваться, а, еще больше, понимаете, да, а, вот, такой ответ, я думаю, вам можно предоставить, а, я надеюсь, что, вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, а, буду вам, а, благодарен, за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать, а, работу над собой, вот, это позволит вам сделать, вот, ну, первые, а, так скажем, шаги, вот, по исследованию себя, по исследованию, вот, ну, своей, а, проблематике, и, соответственно, начать, таким образом, а, работать, и, и, с тем, чтобы помогать, своему рыбингу, вот, работа вам, а, предстоит, интересная, работа вам предстоит, увлекательная, вот, а, если, найдете, а, если выберете, а, специалиста, который, а, ну, как бы вам откликнется, да, то есть, который, ну, которому вы, а, сможете, а, которому вы захотите, доверять, вот, то еще лучше, а, в данном случае, а, все будет, еще более, эффективный будет, ваше усилие, вот, я вам желаю всего самого доброго, удачи, не затягивайте к обращению, с обращением, к специалисту.